Иногда в толкованиях можно слышать, это относится только к Коринфянам и к культуре, а это только к Иудеям и так далее. Не могли бы Вы назвать основные принципы определения того, что Писание универсально, а что относится только к данному времени, культуре и обсуждательствам? Вопрос очень важный. И крайне необходимо понимать, что некоторые истины Священного Писания действительно не относятся ко всем людям и не относятся ко всем временам. Это действительно так. Я помню одного пастора, который поделился со мной. Он сказал, что было ему сложно найти, что же в Библии относится к нам, а что к нам не относится. И в результате он решил, что каждое слово в Библии относится к нам. Ну и тогда я спросил ее, а когда в последний раз ты приносил в жертву животное? Совершенно очевидно, что не все в Библии относится к нам напрямую. Сегодня, например, за ужином мы с вами грубо нарушали Ветхозаветный закон. Однако, Ветхозаветному закону мы с вами не подчиняемся, в частности, законам о пище, законам о жертвоприношениях, законам социальным. Однако мы подчиняемся по-прежнему нравственному закону Божьему, потому что он отражает характер Господа. Закон ритуалов был предвестником пришествия Иисуса Христа, который станет окончательным агнцем и жертвоприношением. И как только Иисус Христос принес Свою совершенную жертву, время жертвоприношений закончилось. Завеса в храме разодралась. Путь к Богу был навсегда открыт. И вы помните также, когда Петру было видение, в котором ему предстали различные животные, нечистые животные. И он сказал, не буду есть. Однако ему был голос и сказано, то, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Так что нам прекрасно известно, что действительно далеко не все истины Священного Писания относятся к нам напрямую. Однако в первую очередь необходимо признавать, что нравственный характер Господа не изменился. Поэтому, если дается какое-то нравственное повеление, мы должны его исполнять. Если же дается ритуальное повеление, мы от него свободны. Ну и даже помимо церемониального закона, в Израиле были установлены также социальные законы. Это, например, законы о пище, об одежде. Они также были установлены Богом для одного народа, народа израильского, который проживал в Ханаане, который был окружен идолопоклонством. И Господь дал им множество законов, ограничивающих их свободу. Поэтому им было очень сложно поддерживать социальные отношения с другими народами. Господь построил вокруг них как бы оградительный вал, изгородь, для того, чтобы защитить их от этого опасного мира идолопоклонников. Для того, чтобы их охранить, защитить, и для того, чтобы для народа израильского стало практически невозможно смешаться с другими народами, не знающими и не верующими в истинного Бога. В настоящее время Господь совершает Свой труд через Церковь, которая состоит и из язычников, и из евреев. И не существует в Церкви никаких национальных границ. Чем же мы должны отличаться от языческого мира? Это прежде всего освящающим действием Духа Святого, а это проявляется в послушании Его Слову. Так что действительно, существуют общие принципы, которые к нам по-прежнему относятся. Я знаю, что вопрос был основан на 11 главе Первого Послания к Коринфянам, где говорится о покрывале на голову для женщин. Есть еще несколько подобных мест Священного Писания в Новом Завете, в связи с которыми возникает вопрос, что это, повеление для поместной Церкви, которая относилась только к тому времени, к тем людям, или же до сих пор женщины должны обязательно отращивать длинные волосы и покрывать голову. В подобных местах, в частности, в пастырских посланиях, где говорится, что женщина не должна учить, каждый текст такого рода мы должны рассматривать индивидуально. Мы должны посмотреть его историческую подоплеку. Поэтому мы должны постараться определить, что это духовный вопрос, нравственный вопрос, или же он в той или иной степени отражает культурные особенности данного места. Так что каждый текст нужно рассматривать индивидуально. В учебной Библии вы найдете осторожное и тщательное объяснение 11 главы 1 послания Коринфянам, в котором я постарался изложить свою точку зрения на толкование этого места. Я, конечно, понимаю, что некоторые люди считают, что женщина не должна стричь волосы, должна покрывать голову обязательно. И я не имею ничего против таких людей. Разумеется, мы не должны ни в коем случае разделяться по этим вопросам. Прочитайте объяснение этого текста в учебной Библии. Что же на самом деле заботит апостола Павла? В первую очередь его заботит то, чтобы женщины не выходили в руководящее положение, чтобы они не узурпировали церковную власть. Он говорит о том, что муж поставлен над женой, Христос над мужем, Бог над Христом. В культуре того времени существовали определенные способы выражения неподчинения, непокорности мужу. Ну, например, обревание головы. Или, например, обнажение. И нецеломудрие. Апостол Павел предупреждает, что христиане не должны ничего такого делать. То есть, не должны никак показывать свою непокорность. Учебная Библия объясняет дальше, более подробно, этот текст. Но в каждом тексте такого рода нужно разбирать его индивидуально, изучать контекст, стараясь определить, какой именно принцип в нем заложен, и проверить также, есть ли подобные принципы в других местах. Продолжение следует...